Скандал вокруг выставки «Духовная брань», что проходит на винзаводе в галерее Марата Гельмана, продолжает разгораться. Сегодня стало известно, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело по статье 282. На представленных полотнах ничего экстремистского нет, разве что художественные фантазии на православную тематику. Но поскольку Кремль взялся размахивать крестом, вбить его в неформальное искусство сам нацлидер велел. А он у нас более всемогущ, чем сам Господь. Я считаю, что художник вправе эти темы поднимать и отражать их в своем искусстве, вне зависимости от какого-то там исторического момента. Может быть даже наоборот, может быть даже актуальность момента помогает нам и нашей выставке. И может быть эта выставка в очередной раз показывает, насколько это больная тема и истинно выявляет, кто относится даже к теме религии в искусстве. Я готов ко всему в нашей стране, в нашем обществе, в сегодняшнем я готов ко всему. Если может патриарх выходить и в нарушение конституции, допустим, говорить, это православная страна, это народ богоносец. То есть уже были те, которые выходили в одном народе и говорили, есть арийцы, есть не арийцы. Сегодня такие же выходят и говорят, что есть народ богоносец, значит какой-то народ есть не богоносец. Я даже удивляюсь, почему, например, татары, башкиры молчают, это наши братья, наши, мы с ними веками живем, почему кто-то разжигает межнациональную, межрелигиозную рознь. Понимаете, значит татары и башкиры, они народ богоносец тоже или они как бы народ не богоносец, или только русские богоносец? А теперь русские, которые верующие, народ богоносец, а те, которые атеисты, они народ богоносец или не народ богоносец? Что именно оскорбляет некоторых граждан, ну, допустим, в этом полотне, непонятно. С таким же успехом можно обидеться на большой палец, скажем, правой руки. Вас этот жест оскорбляет, а этот? На территорию завода въезжает грозный автозак. Прошел слух, что сюда выдвинулись казаки. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Хорошо, только нас, он провокаторов сразу оградите тогда тоже. Хорошо, мы друг друга все знаем. У нас есть атаманы, которые из своих людей знают. Мы здесь стоим, читаем алис, покрасим с нами наши иконы. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Узрев грозное казачье войско, винзавод закрыл ворота. Ни тебе вина, ни тебе завода. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Казаки и мужики нормальные, но их явно используют политические авантюристы. Практически никто из пришедших на молебен казаков выставки не видел. И молиться пришел за идею совести, по что веру обижают. Полиция, узрев в военизированную толпу, напряглась и вмешиваться не стала. Ей самой огребать не хочется. Было бы за что, а тут подлинный дурдом. И за что ложиться костьми непонятно. Я говорю громко, во всеуслышание. Нас будут тысячи. Не испытывайте наше терпение. Это очень плохо для вас кончится. Мы вас предупреждаем последний раз. И еще, те, кто разжигали эту рознь, Они сами, первые, попадут под каток. Даже не осознавая этого. Мы всегда будем стоять за православную веру. Если вы хотите с нами поиграться, Попробуйте. Предупреждаем последний раз. По большому счету, экстремизмом в России занимается сам Кремль. Он сам себе гангстер, террорист и судья. Создавая один фейк за другим, Власть рискует заиграться до гражданской войны, В реальность которой так не хочется верить населению. Между тем, разжигание налицо. Хорошо, что сегодня все обошлось. Полиция никого не хватала, И конфликта удалось избежать. Но кто знает, как повернется ситуация в следующий раз. И не станет ли подростковая путинская игра с огнем Причиной всероссийского пожара. Благочестиво помолясь, Казаки развернулись и пошли в обратную сторону. Винзавод сегодня выстоял. Галерея Марата Гельмана тоже. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.